Экстренные службы города Якутска не прекращают свою работу 24 часа в сутки. Сейчас мы находимся в диспетчерской водоканала, где принят очередной вызов на улицу Богдана Чижика. Ребятам не мешают ни 50-ти градусные морозы, ни пандемия коронавируса. Посмотрим, как это происходит. Явка принята, бригада выезжает. Подали заявку, печь из колодца, приехали ее устранять. В сложных условиях всегда тяжело работается. Экстремальные условия. Сами видите, тяжело, холодно. Четыре года уже работаю. С чем обладаю за четыре года? Ребята подсказывали. Если что-то не знал, всегда помогали. Когда работаешь, движение нормально. Когда ждешь, замерзаешь. Минус 50-54, это сказывается. Сапоги тоже беют. Мороз есть мороз. Но бывает по всякому. Бывают аварии такие, что приходится и до утра работать, и устранять аварию. Бывает, что более-менее смена спокойно проходит. Мы понимаем важность водоснабжения, потому что от стабильного водоснабжения зависит и электроснабжение, и теплоснабжение. Поэтому в нашей работе сбоев и перерывов не должно быть. Поэтому, конечно же, наши аварийные службы все работают на чеку. Мы все работаем по принципу народной поговорки. Готовь с Аней летом. И то, что мы готовимся к отопительному сезону, оно сказывается. В прошлых годах где-то по водоснабжению поступало заявок аварийных и так далее. Где-то 20-25. То в этом году в среднем где-то 15-17. То есть существенно уменьшилось. Допустим, перед Новым годом 31 декабря в Мархе начала замерзать котельная СМУ-16. У них из-за большого разбора воды давление упало. Они позвонили, и наши службы оперативно подняли от 2 кг до 4 и 3 кг. И, соответственно, нормально перезимовали. Что касается канализования. Канализование, в принципе, осталось на уровне прошлого года. Если в прошлые годы замерзаний было за месяц где-то 77-80, то в этом году у нас 80 получилось. В принципе, цифры понятные. В прошлый год мы все прекрасно знаем, температура была 35-45, редко 45, в основном 40. А в этом году стабильно стоит уже месяц практически 50 и выше 50. Поэтому мы считаем, что те работы, которые мы провели летом по очистке и промывке наших сетей канализации, тоже дали результат. Ну, мы понимаем, наш линейный персонал работает в очень сложных условиях, в особенности зимой. Смотря сколько заявок поступает и сколько аварийных ситуаций, мы можем скомпоновать от 3 до 7 бригад. Поэтому в этом смысле у нас особых проблем нет. У нас штат работает, практически держится за работу. Гарантия того, что мы бесперебойно будем свои услуги выполнять, достаточно высокой. Понятное дело, когда пандемия вспоминает про врачей, когда какие-то катастрофы случаются, вспоминает про наших доблестных спасателей. Ну и только когда вот чрезвычайные ситуации, вот такие температуры там, вспоминает про коммунальщиков. А коммунальщики, они работают круглосуточно, круглогодично. И это для нас нормальная, обыденная работа, за которую мы получаем зарплату. Ну, пандемия, конечно же, сказалась на работу водоканала. Я так думаю, как и у всех ресурсников. Значит, ну, у нас резко упали, к сожалению, сборы. Значит, если ранее мы все-таки в среднем собирали 97-98% от того, что отпускали, то в этом году у нас, ну, за 20-й год, у нас колеблется в районе 90%. Что такое вот разница вот 7-8%? Это около 200 миллионов, которые мы недополучили от населения, от предприятий. Да, это те деньги, которые заложены в тариф. И, соответственно, на эти деньги необходимо было сделать некоторые мероприятия по улучшению работы, допустим, да, по замене наших троп, оборудования, которые мы, к сожалению, уже в этом году не сможем сделать. Но надеемся, что все-таки оплатежеспособность населения и предприятий стабилизируется. Потому что вот этого зависит, еще раз говорю, да, не только электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение. Соответственно, это здоровье населения и вообще благополучие города. Редактор субтитров А.Семкин